Девочка-пай В нашем колхозе две отрасли – это растеневодство и животноводство. Животноводство представлено молочным скотоводством и насчитывает на сегодняшний день 1300 голов фуражных коров, общее поголовье – 3000 голов. Мы производим молоко. В день мы доим в районе 30 тонн молока. Общая земельная площадь в районе 10 тысяч гектар. Выращиваем мы зерновые, сахарную свеклу, подсолнечник и кормовые культуры для того, чтобы обеспечить кормами наше животноводство. В нашем колхозе работает около 550 человек. На ферме у нас работает 43 человека. Обслуживают поголовье 750 голов плюс-минус. Мы производим вот сейчас за нами заготовка кормов для себя. Идет заготовка силоса, концентраты делает и кормокухня, так называемая наша. И в зависимости от того, в какой группе будет находиться животное, оно получает свой рацион кормления. Добрый день, друзья! С вами Сергей Кузьмичев, менеджер по маркетингу в компании CNH Industrial. Я рад приветствовать вас на нашем сегодняшнем обзоре. А говорить мы будем о главном барабане-измельчителе комбайна FR-650. Барабан комбайна является самым большим на рынке. Его ширина достигает 880 мм, а диаметр 710. В зависимости от конфигурации ножей, вес барабана 700 и более килограмм. Хотелось бы отметить важный нюанс. Специфика работы кормоуборочного комбайна подразумевает использование максимально возможного крутящего момента на приводе главного режущего барабана. В комбайне FR-650 реализовано двухступенчатое повышение крутящего момента с помощью основного редуктора и разности шкивов в приводной части и на шкиве привода главного барабана. Привод самого барабана осуществляется через семиручьевый поликлиновый ремень. Давайте поговорим о ножах барабана, способе их крепления и их количестве. Крепление ножей шевронного типа и осуществляется пятью болтами. Угол наклона ножа относительно оси вала барабана составляет 8 градусов. Данный способ крепления позволяет нам стабилизировать длину резки, распределить равномерно нагрузку по оси вала барабана и минимизировать ударные нагрузки на привод во время неравномерной подачи материала. Это вот доильная установка. С одной стороны у нас заходят 20 голов коровы, и с другой останавливаются. Там их с ямы девочки подмывают, обрабатывают, вымяют передоением, сдаивают первые струйки, доят и запечатывают после доения. Выпускают, уходят назад на базы. У каждого животного есть свой, так можно сказать, чип, да? Проходя на дойку, там есть рамка, считают компьютер, кто зашел и где доится. Соответственно, его продуктивность и вся ее подноготная в компьютере можно открыть. Мы вот видим за нами, да, вентиляторы. Комфортная температура животного 15-17 градусов. То есть корова себя чувствует при 10 градусах лучше, чем при 40. И, соответственно, при 30 градусах у нее уже стресс. У нас тепловой стресс, у коров, это очень такое тяжелое все-таки состояние. Получает стресс, и потом еще 5-6 дней она отходит от него. За прошлый год мы увеличили производство молока на полторы тысячи тонн. В этом году мы в планах также где-то увеличить удой на корову еще на одну тысячу литров. Ну, уже по сравнению к прошлому году. Ну, и дальше только улучшаться, так скажем, увеличивать продуктивность. Тот, кто не улучшает свое производство, даже просто оставаясь на одном уровне, он все равно отставать начинает. Поэтому, если мы не будем двигаться вперед, мы будем отставать. Для уборки трав применяются более массивные ножи, изготовленные из материала, устойчивого к абразивному износу. В свою очередь, для уборки силоса ножи изготовлены с более тонкой тыльной частью, позволяя им наиболее эффективно работать с сочными стеблями большого диаметра. Разница между противорежущими брусами также в основном обуславливается их возможностью противодействовать абразивному износу. Таким образом, конструктивно они отличаются видом термической обработки противорежущих кромок. Для обеспечения качественного и равномерного среза, а также уменьшения затрат мощности на привод главного барабана, что в свою очередь приводит к уменьшению расхода топлива, является своевременная заточка ножей. В компании FH-150 этот процесс происходит автоматически и управляется системой EGAST-AMATIC. Работа системы запускается и контролируется из кабины с помощью монитора оператора. Оператор с помощью монитора задает продолжительность заточки от 1 до 10 минут. После завершения заточки второй очень важной процедурой является подведение противорежущего бруса. Мы с вами все прекрасно знаем, что расстояние между кромкой ножа и брусом должно быть минимальным. Данная процедура также проходит автоматически. Оператор активирует ее сразу после заточки. Стоит отметить, что сразу после начала процедуры заточки и в ходе процедуры подведения бруса оператору разрешается покинуть кресло. Также при необходимости сэкономить время допускается движение комбайна после активации процедуры заточки. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний обзор, который мы посвятили главному измельчающему барабану комбайна FH-650. Уважаемые друзья, мы заканчиваем наш очередной этап агромарафона 2021 в силах спалей, в Ставропольском крае, в Кочубеевском районе, в село Ивановское, в хозяйстве, колхоз-плензавод имени Чапаева. Ждем вас в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин